Значит, еще раз, переход к логике заключается в том, что мыслящая форма берет к чувственному форму как предпосылку и условиям данности содержания. Движения разворачиваются таким образом, мы мыслим чувственную форму и затем мыслим чувственную форму как форму предмета. Поскольку чувственная форма отделяется от предмета некоторым образом, хотя на никаком случае не мыслится как-то самостоятельно, а лишь как предпосылка и условиям предмета, как опосредствующие предметы. Чувственная форма мыслей сама по себе это было просто созерцать. Тут самое последнее орубательство в нашей игре, впадьбы в этом случае созерцать. Это и самая чувственная форма. Поэтому мыслим чувственная форма как предпосылка условия опосредованного предмета. Поскольку, тем не менее, чувственная форма отличается от предмета как его предпосылка, то она может быть условием для различного рода предметов. Как, например, условия для цвета и звука. Мы мыслим в чувственную форму, затем мыслим цвет в этой чувственной форме, Затем мы снова мыслим чувственную форму, затем мыслим звук в этой чувственной форме. Что значит в этой чувственной форме? Это значит, что фиксируется место в пространстве, которое сначала блестит, потом звенит, как фонтан, например. Первоначально мы имеем разные несоотносимые между собой предметы, существующие в одной и той же мысленной форме. Поэтому наш опыт, взятый со стороны содержания, со стороны предметов, представляет собой разные содержания. Тот цвет, тот звук, тот звук, тот цвет. А с точки зрения формы представляет собой тождественное себе. Наш опыт представляет собой тождество с собой, потому что это одно и то же место и одна и та же форма. Наш опыт, взятый с предметной стороны, есть различия, а взятый со стороны формы, тот же самый опыт, есть тождество. Поэтому у нас следующий шаг, который, собственно, и задает, ну и является завершающим этот опыт, задает некий повершенный опыт. На следующий шаг заключается в следующем, что мы переходим от одного предмета к другому предмету, от цвета к звуку, сохраняя сознание того, что это одна и та же форма. При переходе от одного предмета к другому предмету мы удерживаем сознание того, что это происходит в одном и том же месте. Так а место выступает как предпосылка? Вот что же, да, какое у нее некое дополнительное? Проблема же состоит не только в том, чтобы отнести звук и цвет к одному месту, а проблема состоит еще и в том, чтобы различить два предмета между ценним собой, например, парту и столб. Парту и столб мы каким образом отличаем? Парту и столб. Парту и столб. Каким образом мы отличаем парту от столб? Парту и столб. Мы отличаем парту от стула. Тогда всё есть вода, всё есть одна вещь. Нет, почему? Но у этой одной и той же вещи есть разные определённости. Вода, она только водянистость. Да. А здесь это... А здесь она ещё и прозрачная, она ещё и дискусная, и холодная, и так далее. Да-да-да. Тем самым она перестаёт иметь фикторию этой физической воды, о которой говорил Фалец. Я условно говорю, но я говорю, что вода, она как бы здесь одна. Но ведь в этом нет подвига, сказать, что всё есть вода. Нет, не всё есть вода. Значение переста «всё есть вода» совершенно не в этом. Ну хорошо, я... Есть вещь – вода. И эта вещь имеет многообразное название. Есть единственная вещь, и эта вещь – есть вода. Ведь здесь, получается, единственная вещь. Не в том смысле, что она является примером непосредственности, а в том, что она действительно одна. Потому что что мы не возьмём, например, деревянность – это будет водой. Возьмём круглость – это тоже будет водой, и так далее. Подвиг-то... В этом подвига нет. Подвиг состоит в том, чтобы иногда отождествлять вещи, относящиеся к предмету, относящиеся... Точнее, профили, относящиеся к вещам, к другому слову, что они становятся промышленными вещами. А иногда различать относительно к разным вещам. Вот это получше. Да? Но мы просто ещё не наросли до подвига соотнесения вещей. Пока что мы совершаем подвиг познания вещи. Да, это вещь, которая и блестит, и свистит, и пахнет. Да, это всё замечательно. Но мы их соотносим по той простой причине, что они все находятся в одном месте. Да. И пахнет, и блестит, и свистит – всё в одном месте. У нас, таким образом, получается странная вещь. То есть странное положение дела. Положение дела странно состоит в том, что оно, с одной стороны, свистит с самого начала, а с другой стороны, находится вместе. Если это так, тогда у нас получается вроде, что у нас с самого начала вещи, точнее предмет, имеет, как бы, два прадиката. Когда свистит, и когда вместе. То самое место. Благодаря тому, что один из этих прадикатов, то есть вместо того, у них все общие, то получается, что вещь обладает множественным свойством. Ну, это как бы странно, потому что с самого начала вся вещь обладала одним прадикатом. Либо длинная, либо яркая. Наш опыт всё заключается. Вот свет, вот звук. И, ну, понятно, что я переход, заключаю, а не в одном месте находится. Вот, условно говоря, свет и звук. При переходе от света в звуку мы удерживаем сознание того, что это одно и то же место. Совершается переход от одного к другу с удержанием сознания того, что этот переход от одного к другу есть с точки зрения формы одно и то же. Ну, это предполагает, казалось бы, то же самую ситуацию, что когда у нас есть свет и звук, и вместе с тем есть место этого звука и этого цвета. Да, движение просто это одно и тоже. А потом уже удерживается то, что место это одно. Для этого надо, чтобы цвет и звук каждый сам по себе имел понятие и место. Но у нас же такого никогда и не было. У нас было же иначе. Либо цвет, либо звук, либо место, то есть протяженность. Все три, все три разные. Да, у нас были липы цветов. Да, звуков и адресов. Поскольку они уже качество, это и цвета, и... А здесь с самого начала возникла та предпосылка, что цвет имеет еще место. И звук имеет тоже место. И благодаря тому, что у них есть некая общность и место, мы их соотносим в обработанную вещь. Да, потому что предначально это заключается в том, что мы берем форму, как условия, и предпосылку предмета. А потом берем форму вне. Да. Вы здесь еще что-то строились, да? Да, там девочки занимают. Вы всегда пытаетесь вне, вы говорите да. Потому что с самого начала вот эту надо странную ситуацию понять. Когда у тебя цвет и нет места. Когда мы мыслим, что цвет и нет места, безусловно. Когда мы мыслим, что цвет и нет места, мы... Ну, что-то слово место не нравится в решающей роли. В решающей роли играет то обстоятельство, что это одно и то же. Так вот, казалось бы, для того, чтобы было место одним и кем же, должно быть само событие место иметь место. А, ну то есть вопрос Игоря звучит так. А можно выделить самостоятельный опыт вот этого схватывания в пустой чувственной форме и тем самым выделить его как просто опыт пустого места? Ну нет, это будет со сердцами. Ну, так это не обязательно. Не обязательно нужен пустого места. Опыт пустого места является подпосылком. Обязательно подпосылком. Важно, чтобы некая яркость или звук был привязан к какому-то месту. То есть, если такой опыт возьмешь, это не будет числя со сердцами. Тем не менее, этот опыт проблематичен. И вам, чтобы отнести цвет и звук к одному месту, нам нужно уметь понятие места. Ну, Игорь на самом деле говорит о пространстве, которое отличается от простого соотнесения качества. О каком-то самостоятельном определении пространства. Я пытаюсь выразить вот в этом опыте, когда переходя от одного предмета к другому, мы удерживаем сознание того, что этот переход от предмета к предмету совершается в одном и том же месте. Понятие места или одного и того же возникает как именно в этом опыте перехода, где возникает отношение многого и одного. Место одно, качество два. Цветный звук. Переходя по третьему звуку, я удерживаю форму чувства. То есть, шапку формы чувства. Перед медлене, все у меня на глазах не ускоряется. Звуку на глазах. Полмовечности. Вы удерживаете полмовечности. У вас появилась полмовечность. Форма же всегда тождественна. Еще ее удерживают. Да, но тогда, если это хорошо, и когда она всегда тождественна, тогда следующим шагом возникнет проблема различить парту от стола. Следующим шагом, да. Приходя от предмета к предмету, давайте все-таки зафиксируем на ситуацию предмета и свойства. Если мы, переходя от звука к запаху, от запаха к тактильным ощущениям и вкусовым, то все время тянет за собой сознание, что это одна и та же чувственная форма, и происходит в одном и том же месте. Прибывают красные, пахучие, вкусные, плодные. Еще и происходит переход. Кстати, сознание перехода при сохранении, при сознании толщества формы и толщества места. Сознание перехода, сохраняющее сознание толщества места. То есть, это не кажется, это мощное с собой... понимание того, что еда... Точетельные предметы перехода, т.е. передметы не переход. Точетельные формы тоже... То есть, у нас, получается, что цвет и звук у нас выступают на стороне предмета, а место выступает на стороне сознания. На стороне формы, да. На стороне формы, но он на эти формы. На стороне формы он выступает, то есть вот такими вkg? И предмет, что называется предметом, это будет не какая-то субстанция для младенца, которая имеет какие-то свойства. Это место, которое меняется в свойство. Место, которое звучит и блестит, и пахнет одно и то же место. То есть это место, на самом деле, оно не есть пространственность, как соотношение качеств? Да, и это что-то другое. Здесь качество, звуки, цвета, запах и прочее, выступает уже как свойство этого места. Так это место пространственное? Разумеется. То есть это другое определение пространства, получается? Новое, другое? Да, пространство, как так же детственное себе место разных свойств. Звук, цветон, запах. Если вы представляете, то звук со звуком не сравнивается, потому что два разных звука в два разных месте. В одном месте можно только цвет, звук и что-нибудь еще. Случительно, в одном субфонтанном виде, помидорном виде, он, наверное, пахнет. Когда я перехожу от образа запаха, от всего этого запаха, я удерживаю понимание того, что это, вообще говоря, одно и то же. В каком смысле? В единственном смысле, что это одно и то же место, которое и красное, и пахнет. А как так легко место-то появилось такое, пространственное? Вы так долго возились с качеством и количеством, а вдруг так вот моментально получили такую более сложную структуру, как место? Ну, так, за счет того, что чувственная форма осознанна как предпосылка мысленной формы. Как только мы смогли это сделать и тем самым отличили чувственную форму предмета, то и получилась вот эта вот чувственная форма, выделенная, она и становится возможной, она делает возможным это место. Да, что она может быть формой и одна и так. И в природе пространство очень странное, потому что пространство получается в смысле тождественности. Хотя, казалось бы, все, на самом деле, что пространство это форма различия. Один предмет дальше другого, другой ближе, один слева, другой справа. Здесь оно вот такое, как одно место и непонятно, где здесь у нас форма различия. Ведь, казалось бы, пространство начинается там, где заканчивается стур, и начинается пахнет. А не там, где начинает пахнет. А не там, где начинает пахнет. Ну, чистые перчисли. Ну, я думаю, что просто понятие места не исчеркивает пространственное определение. Это просто одно из пространственных определений. Ну, есть подозрение, что это пространство какое-то, не пространство совсем. Может, оно и пространство, только надо показать. Ну, просто у Аристотеля есть одна из категорий – это место. Ну, и что? Ну, вот у Олега Михайловича двигается по системе категории Аристотель. Прикольно. Не знаю. Количество, качество. Не знаю. Количество, качество. То есть это здесь или здесь? Не, количество, качество, да, а потом там что там делать? Все-таки, да, то есть там, что православство изъединяет, да, где-то партнер на это. Место, время. Не быть желтым. А не тогда, когда партнер на это стол. Здесь возникает тождественное щепель. Ну, тождественное щепель пространства. У него был у нас. У него все ребята не были. Кстати, у Аристотеля место определяется вопросом – где? Ну, нет. Ну, нет. Ну, нет. Ну, нет. Как бы то ни было, но даже у Аристотеля место – это некоторое равное себе кусочек пространства. Все-таки. Как ни крути. Ну, то есть пространство вступает в качестве предпосылки и предопределения места. Сначала пространство, потом место. И я говорю такое. Сначала вот оно яркое, рядом с ним вот оно… Вот оно… Крусло. Он вонючее. А если вместе… А выстрелит одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Одно и то же место. Поскольку оно сохраняет тождественность при изменении, при приходе от света к вонючке. Ну, это нормально. Это нормально. Да. Так и должно быть. Как еще так? То есть, возникает отношение много… Да. То есть пространство, оно получается… Самое интересное. Потяженность, кстати, пространственность в этом смысле. Нет. Возникается только в ситуации мысли, а не в ситуации… Кстати, Аристотель же это не место называется, а сущность. То, к чему все относится. Да. Если говорить о… Кстати, да. …по существу, то это, конечно, не все свойства и сущность. Ну, очень хорошо. И где же тогда здесь пространство, когда здесь у нас есть одна сущность? Я понимаю, что это есть одна сущность. Слова о пространстве и месте, они лишние. Я говорю, что это сущность. Эта сущность обладает следующими свойствами. В том числе и быть в пространстве, Евгений. Она и желтая, и она и такая. Я думаю, что это одно сущность. Быть в пространстве – это тоже одна из характеристик, один из предикатов. Быть где-то там, в каком-то месте. Тогда не пространство в месте, а есть одно сущность. Вы в прошлый раз об интенсиональности. Вы ведь хорошо говорили. Что это одна субстанция, которая обладает каким-то сущностям? Есть некая интенсиональность, которая разная приписывает к одному и тому. Именно интенсиональность как формы связывает его в одно. Ну, в одной сущности, конечно, а не место наверно. Сущность — это как-то с детственность непростая. Потому что всё равно мы же имеем ситуацию. А ведь это не говорит нам ничего. Говорит просто, что практически из-за дали за инцикаду. Говорит, что есть сущность. Ну, понятно. Существительная жизнь. Да, да. Он не говорит, как это имеет... Он может ничего делать. Сказывает на слово ученики и отвечает на слово «что». А здесь получается, что сущность — это удерживающийся... То есть переход от качества к качеству при удержании чувственной формы. При удержании творчества и чувственной формы. Так возникает отношение многого и одного. Называется это, как хотите, сущность. У человека действительно фонтан, который твёрдый и громкий. А фонтан — это просто место, где поселяется. Но только место не в пространстве... Твёрдость. Твёрдость. Не в пространстве, но в смысле места, а в смысле сущностного. К чему относится всё это вот? Ну, сущность — это нам ничего не добавляет. Так, и не делось место. Может, это плохо вам, но надо, по крайней мере... Не просто место — это феноменологическое некое обстоятельство. А мы ведь говорим о сущностном обстоятельстве. Что различные предикаты относятся к одному и тому же. Место. А почему место-то? А почему это как-то... Ну, потому что, по построению, удержание чувственной формы. Она удерживается как предпосылка этого перехода. От элемента в элемент. А чувственная форма, она упирается как через пол. Чувственная форма на чувственную форму. Вот отсюда до сюда твёрда. Отсюда же до сюда. Вонючая. Отсюда до сюда. Мокрая. И всё. Лучше ничего не дохождает. Отсюда и до сюда. Это такое выражение. Вот то, что сборки всё равно не пошло. То есть, зеленое пространство – это не точка. Точка – это метафора того, что предмет один и простой. Вроде как точка. Он не алкоголь держит разные свойства, а сам по себе прост. О нём сказать нечего. Что ты скажешь сейчас только за исключением перечисления свойств? Что это такое? Точка сборки? А я говорю о другом. И всё. Отсюда до сих. Вот фонтан – отсюда до сих. Отсюда до сих твёрдая, отсюда до сих мокрая, отсюда до сих мровая. Не, ну, возможно, фонтан, мы как раз словом фонтан удерживаем, как одно и то же, от сих до сих. Это же еще надо выяснять, как у нас фонтан один и тот же. Он по слову фонтан один и тот же, но на самом деле он так. Это же вот одно, второе, третье, десятое. И каждое можно назвать. Может быть, слово все-таки позволяет удержать одно и то же. Как у Аристотеля. Что? Вот это вот некое что, оно удерживает нечто, как сущность. Нет, тут как бы идея в том, что не то, чтобы происходит удержание, а просто после того, как мы отличили чувственную форму в качестве предпослений предмета, оказалось, что сам предмет, сам предмет равен себе. Вот понимаешь, как бы, я думаю, что здесь главная разница, что когда мы говорим, что удерживается единство, это значит, что мы должны указать на акт сознания, который производит сборку этого самого содержания. А феноменологически мы имеем дело как раз с противоположной историей. Мы ничего не собираем. Мы обнаруживаем вот этот вот, вот такенный предмет. Понимаешь, он уже как бы сам является равным себе. Условием его равенства себе, чувственного равенства себе. И выступило вот отделение чувственной формы от мысленной и от предмет. Но итогом явилось именно то, что он вот чувственное равенство. Не имя. Мы же имя-то не обнаруживаем. Мы обнаруживаем, как бы, вот такенное мокрое. Но никак не имя. Просто если мы вошли в логику, то можно говорить не об имени, а можно говорить о понятиях. Ну, как, опять же, вот возвращаясь к Анту, да, вот, как удерживается чувственное многообразие, как оно сводится, синтезируется в некое тождество. Благодаря действию понятия. То есть понятие и есть то самое, что позволяет, ну, как бы, что является результатом вот этой вот синтетической деятельности сознания. С помощью транспорта, с помощью транспорта, с помощью транспорта. Кстати, Евгений Михайлович, в этом я не совсем по касателям была, меня толкнул со своими словами. А действительно странно получается, что мы уже сейчас, получается, переходим в логику, перешли в логику, да? Но при этом место образуется в результате перехода от одной чувственной определенности в другой с удержанием того, что это относится к одному и тому же. Да, с удержанием то, что чувственное поле, то, что удержание чувственное поле. То есть, оставаясь на полноценной логичной позиции. Я думаю, что неизвычно, что переходя в логику, мы, тем не менее, оперируем чувственными определенностями. Прискусивительно чувств. Во. Вот это же у меня странно. Правильно сказать, если я заявил, что, начиная в логику, мы начинаем с некого фемиологического опыта. Ведь вы уже про эту ситуацию, это же чисто фемиологический, который вы просто описываете, а не показываете, почему это так. Как это должно быть рогики. Ну, скорее... Ну, в общем, я показываю, если это условие является отделение чувства и форма, то есть, знаете, все остальное, что есть. Понятный опыт, опыт мысли. Но я не держу слово логика, действительно, особо непривычная ситуация. А что привычного? Нет, ничего. Когда было привычное? Когда от темнадцатого шведа, от перехода чемнадцатого шведа, дает шведа? Вы когда-то слышали такую шваду? Переход от темнадцатого шведа, дает шведа. Дает ранее шведу. Что привода от зеленого красного, и одновременно повторение прихода от темнадцатого шведа к шведу. Это такое, в общем, наверное, фемиологическое слово не поменяет. И слышим, и слышим. Даже как бы не нужно в параллелье привести, чем другие. Еще фемиологический опыт. Ну просто, действительно, ведь логика – это царство понятий. Там должны взаимодействовать понятия. А здесь, получается, взаимодействуют чувственные определенности. Условием этого взаимодействия является исключительно мыслимое развлечение. Которое никакое не чувственное, не психологическое. Это правда, да. Но дальше начинают взаимодействовать чувственные определенности. Кстати, для фемиологического опыта я заметил, что при переходе к разным свойствам, вот, скажем, слышу и фонтанк, но чувства, органы чувств разные, поэтому, казалось бы, никто не мешает одновременно. Видите, слышу. Я одновременно вижу фонта, я одновременно слышу фонтанк. Почему нет? У меня не получается. У Гекель, кстати, одновременно. По переменам. Я сначала вижу, потом слышу. И когда вижу, слышу, в лучшем случае фонтанк. Не получается просто одновременно видеть и слышать. Я играю, играю с этим, и пришел в будущее, не получается. Но, на самом деле, мы как бы ощупываем предметы, сразу в таро. То видит, то слышит, то опять сидит. То есть, на самом деле, по имени, именно уровень службы. Потому что форма у вас одна. Я же предлагал, давайте сделаем дело. Столько форм, сколько у нас видов чувств. Фонтанов, столько. Нет, столько видов чувств. То есть, например, видение – это одна форма, слышание – это другая форма. Тогда будет другая проблема. Какого черта они соберутся. Сознание побеспокоится еще. Но это, по-моему, не противоречивается. Сказано, потому что при переходе от видения фонтана к слышанию фонтана, наоборот, мы именно не сохраняем сознание, актуальность, чувство, наоборот. Вижу и слышу, но я и вижу и слышу в одном месте. То есть, мы все время виделись в переходах. Некогда в немности. И в этом переходе, мы-то во щупорке фонтана с одной стороны. То есть, ну-то, усну-то, потрогаю. Вот во всех этих переходах от одного чувствовывания я к другому, чувствовывания я к другому. Мы удерживаем чувственную форму. Толщество, чувственную форму. Удерживаем толщество, чувственную форму. И больше, наверное, не стоит ничего. Это лакомерский предмет. Мы держали его надежды. Его пространство не дает. Все остальное меняется. Пахнут светить. А пространство не дает и сохраняется. Это называется предмет. И так вот у него многое хочется. А качество наше превращается уже в свойства. Привращается отношение многого и одного. А это и есть отношение с свойства. Если я понимаю, что одно и то же, если эти дефакты, то это именно отношение к вещей. А вещи-то все-таки просто место пояснилось. Но то, что свойств много, мы просто преднаходим. Так просто из опыта. Такова ситуация опыта, и поэтому мы это констатимаем. Ну да, раньше у нас были просто ряд цветов, ряд запахов, ряд звуков. А теперь мы создали конструкцию, где они составляют единство. В том числе, что мы меняем друг друга в одном и тому же месте. А теперь, например, просто ряды, рядоположность, пространство. Половина рядоположность, все. Половина рядоположность. Как раз, но рядоположность это и есть рядоположность. Там и... Ну, человек, ничто не может быть надолгость. Самое понятное, в одном месте, безусловно, в ситуации, это положено. Пространство, соответственно, рядоположность. Раз стоит ряд, а значит, пространство. А почему не рассуждать вот следующим образом? Раньше мы говорили, у нас главный принцип исследования является то, что форма самоотождественна, да? А как бы предмет в форме изменяется. Почему сейчас не применить это для мыслящей формы? И точно так же говорить, что форма мыслящая, это нечто, что себя сохраняет, самоотождественна, а внутри этой формы чувственные формы уже становятся. То есть, как бы поднявшись на уровень выше, у нас просто в качестве предмета, предметами стали чувственные формы. И они теперь становятся в форме мыслящей, которая самоотождественна. Вот в этом мыслящей, о котором мы сейчас говорили, мыслящая форма не знает себя знающие, она знает чувственную форму. То есть, чем же не та мыслящая форма, это удержание должности чувственной формы? Или нет? Ну, просто получится как у Гегеля. То, что я предлагаю, получится как у Гегеля. У Гегеля лежат просто на новом уровне, возобновляется все движение, которое было раньше. Раньше была на чувственном уровне вся диалектика, что вначале форма соотносилась с предметом, который был только чистым изменением. А теперь предмет стал в каком-то отношении ставшим, он стал каким-то качественным. И теперь он становится уже как нечто качественное внутри нового вида форм, мыслящей формы. То есть, просто на новом уровне возникает вся та же диалектика, которую мы уже прошли. А так у нас получается, что мыслящая форма как-то и извне присоединяется, просто и все. Были чувственные какие-то формы, и вот и присоединяется здесь мыслящая форма, и все. Мыслящая форма же это форма. И по отношению к мыслящей форме предметами теперь будет нечто другое, чем по отношению к чувственной форме был предмет. По отношению к чувственной форме предмет был просто хаос некий, который становился в форме чувственной. А по отношению к мыслящей форме, такой хаос... В мыслящей форме хаос недоступен. Ей доступено уже нечто ставшее, которое становится, тем не менее, в этой вот новой форме мыслящей. Ну, если так говорить, то, может быть, здесь форма становления, форма становления, видом становления, оказывается, что? Оказывается, вот это вот переход от одного чувственного предиката вещи к другому чувственному предиката вещи. Да, вполне, вполне. То есть оно как бы не сразу нам явлено во всем своем чувственном многофазе, да? А последовательно. Вот это вот переход от того, что мокрое, от того, что гулкое, да, это и есть как бы вид становления этих две вещи. И все нормально, по-прежнему, на стороне сознания заслуга в том, что это едино. А содержательно оно по-прежнему становится. Но мы, если форма в этом состоянии, знаем только толщество чувственного форма. Знаете, только толщество чувственного форма. А вот следующий шаг будет у нас осознание мыши себя, как отношение с собой. Осознание мыши себя, как отношение с собой. Мы же все формы друг держим, это все. Но осознание себя, как отношение с собой, да не там уже другой предмет. Отношение предмет. Это отдельная тема, о которой я собираюсь перейти после анализа вещей свойства. Будет теперь оконшение к предмету, посередине, там, партнерам и штурмам. Притом, что... Ну, это отдельная документ, я не буду читать, пока завекируем ситуацию, вещь свойства. Притом, где мы, за счет помощью, не знаем себя причиной. Если вы знаете себя причиной, то наступает в отношение с собой. Это отношение с собой, то есть, ввести тело. Отношение с собой не является... Мне тем больше нравится, что оно не является отношением в пространстве головы. Отношение предметов, это не отношение в пространстве головы. Отношение с собой, это не пространственное отношение. Не временное отношение, это просто отношение с собой. Если мы так создаем предмет, как отношение с собой, то отношение предметов не в пространстве головы. Оно иное. Отношение с собой мысли вне пространства и времени, это понятное дело, а при этом отношение же вещей и отношение вещей тоже оказывается вне пространства и временем, да? Потому что вначале появляется отношение вне пространства с собой. Ну, как говорится, надо что-то посудить, например, о каждой контакте, конкретно шар перед шаром. Я просто реагирую на пласть, что мысли вне пространства, это осознание мысли и себя, и такое осознание существует в форме отношений мысли с собой. По смыслу, а будет задавать отношение к предмету. А дальнейшее молчание как-то говорится. Дальнейший в следующий раз. Что тут с ней присниться? Пока посмотрим. То, что предмет — это не что иное, как фиксированное пространство. Дальнейший в следующий раз. Дальнейший в следующий раз. Продолжение следует, как следует... Понятие место, оно прямо точно такое. Тут еще надо посмотреть, что называется. Мне сходу кажется, что прямо у него то самое и имеется в виду. Равная себе емкость такая, которая вмещает в собой вещи. У него, правда, место совершенно не то же самое, что с точностью. Но он не в никаком смысле. Ну то, что место – это категория, а сущность – это то, к чему эта категория говорит. Ну да, так клянусь. Точтеть на себе, ну место – это некоторое пространственное ситуацию, а точность на себе пространства – это нотсенс, потому что пространство – это ряда положено. Пространство – это ряда. Поэтому смысл тождества и исключительное пространство, как он сегодня уже… Но это нововременные заводочки, а для ресурсов, по-моему, это просто равная себе пространство для всякого ряда. Ну, повторюсь, может у меня умерещится. Но это же имеет смысл только в ситуации смены предметов, что ресурсов сразу отсылает совсем другой типу ресурсов. Точность в пространстве имеет смысл только как созрамаемое при переходе. Ну, это качество, качество смысл. Ну да, качество, качество. Просто качество у нас появляется отношение светов, отношение звуков. Ну да, все равно качество. Так все-таки тождественность возникла со стороны сознания, это же не тождественность самого предмета. Это тождественность формы. Да, это тождественность формы. Так если это тождественность формы, то это скорее не пространство тождественное, это интенсия тождественная. Интенсию удерживает нечто как одно и то же в своей смене. Как мы можем сказать, что пространство тождественное? Нам надо как-то умудриться не впасть в субъективность предмета. Черт-то предмет не во мнении, в моей форме. Предмет – это не моя чувственная форма, тождественная сибирь. Это то, что… Это действительно место, которое задается с помощью удержания чувственной формы. Это действительно от сих до сих. И как это можно удержать? Вот чувственная форма. И вот тождественность. Нет, так тождественность самого предмета, что ли? Да. Не, ну а как тогда? Вещь. Вещь. Само-тождественность вещи. Она задается удержание… То есть, ты себя чувствуешь, что само тождественная форма удерживает само тождественный предмет? Да. А как же предмет вдруг оказался само тождественным, если он всегда текучим был? Чего он был? Ну он же всегда изменялся. Как он вдруг стал само тождественным? Ну, по-своему, все супер. Нет, ну, дело не в этом. Просто это невероятно, чтобы предмет, который всегда был чем-то, что изменяется в форме, да, вдруг сам стал чем-то само тождественным. Нет, ну, с другой стороны, была первая форма, которую получил предмет, вообще вот в самом начале движения, форма данности. Там же была та же история, что… Понятно, что это не сам предмет имеет форму данности. Он наделен этой формой данности. Но, тем не менее, смысл формы данности состоит в том, что она есть равная себе. Так она равна себе благодаря такой форме? Да, но форма при этом имеет с ней как с данностью. Она не видит, что это ею положенная данность. Так вот, то же, что здесь положено, то же здесь, или то же здесь обнаружено? Нет. Нет, оно положено. Оно положено. Просто, мне кажется, вот, слово про интенсию, может быть, что-то здесь должно объяснять. Потому что интенция – это что? Интенция – это форма мысли. Но здесь мысленная форма занята, как говорит Олег Михайлович, только тем, что удерживает равенство чувственной формы. И тем самым мысленная форма, как мысленная форма, здесь не проявлена. И здесь оказывается, что это просто равное себе чувство. А смысл чувства состоит в том, чтобы просто предоставить как бы вот то, что есть. Ведь в чувстве же само чувство, чувствование – не дано в качестве интенции. Оно в качестве интенции может быть только мысленной формы, а мысленная форма здесь как бы себя элиминировала, она занята только чувством. А чувство нам просто предоставило равную себе вещь. То есть, как бы здесь фокус в том, что мысль занята только чувством, чувство занято только предметом, и оказывается, что перед нами просто равный себе предмет. Хотя работали целых два персонажа – мысль и чувство. Зачем тогда сложное такое описание, что форма равна себе, а предмет в форме становится? Зачем? Если изначально предмет, как бы, он оказывается равным самому себе. Почему сразу не сказать, что предмет нравится ему себе? Ну ты как будто первый раз пришел. Все вот это вот предшествующее движение, которое позволило таким образом определить вещь, оно что, его не было, что ли? Не, ну а почему предмет не сопротивлялся? Почему он согласился, вошел, как ты говоришь, что чувство доставляет нам предмет, как он есть? Почему предмет не сопротивлялся чувству, почему не возникло, как бы, вот, проблем в том, что в наши субъективные формы втекают некие объективные формы? Потому что нет этих объективных форм. Но только что ты сказал, что предмет оказался в итоге, как бы, неким самотождественным ставшим предметом. Это единственный способ, возможно, что есть объективные формы. А как ты начинал? Слушай, ну, давай так, совсем просто. Мысль сначала наделила формой эту вещь, а потом с этой вещью, таким образом, она формулой соотносится вот здесь. Но вся история развития показывает, что эта форма не с неба упала, не у самого предмета есть. Она, как бы, порождена формой, порождена мысль. То есть, у этого, иначе говоря, у предмета некоторая форма есть, и может, по другим языкам. Она, предмет, наделен формой. Просто в данный конкретный момент, когда он уже наделен формой, и мысль соотносится с тем, что оно само наделило формой. Но при этом оно наделило его формой, значит, с чем-то оформлено. И вот если наплевать на все, вот посмотреть только сейчас, вот не было предшествующих рассуждений, то да, оказывается, что у предмета есть форма. Но у этого же есть история, и мы знаем, что форма дана этому предмету. Ну что, сейчас вырезаем это, да? Сейчас вырезаем это, да? После отношения к предмету, а, и мысль, 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 мысль. Хорошо, мысль, мысль, мысль. Продолжение следует...